Всем привет! Это Системные новости. С вами Елизавета Дудина и Иван Ламакин. Сегодня в выпуске. Рейтинг топ-1000 российских менеджеров, AI-редактор для изображений товаров и отправка пиломатериалов в Китай. Обо всем этом и не только расскажем подробнее прямо сейчас. 127 представителей компаний-группы AFK-система вошли в рейтинг топ-1000 российских менеджеров. Это рекордное число лауреатов за всю историю участия в рейтинге корпорации и ее активов. В списке лучших управляций в этом году 10 менеджеров AFK-система и высшие руководители 14 портфельных активов корпорации. Всего в рейтинг вошло более 25 компаний-группы, охватив все 18 номинаций рейтинга. Сигежа Групп направила первый в этом году груз в Китай через Северный морской путь. Состав из 62 контейнеров с пиломатериалами отправлен Нежским ЛДК. Транзитное время перевозки до Китая составит ориентировочно 24 дня. Северный морской путь – один из крайне важных для компаний-коридоров в части доступа на целевые рынки сбыта. Со следующего года Сигежа Групп планирует наращивать присутствие на этом маршруте. Озон создал AI-редактор для изображений товаров. Инструмент для генерации и редактирования фона на изображении товаров работает с помощью алгоритмов машинного обучения. Он позволит продавцам улучшить визуальное представление карточек, уменьшить расходы на подготовку контента и ускорить этот процесс. Сейчас новый инструмент доступен в тестовом режиме для части продавцов. Позднее функции откроются для всех. Благотворительный фонд «Система» совместно с партнерами завершила первую междисциплинарную школу природоподобных технологий. Старшеклассники со всей России 8 дней изучали передовую дисциплину – биомиметику. Конкурс на участие в смене составил более 10 человек на место. Первое место заняла команда старшеклассников с экспериментальной установкой для получения линзы с регулируемым фокусным расстоянием. Такие технологии востребованы в современных камерах, микроскопах и медицинских устройствах. На этом у нас все. С вами были Иван Ломакин и Елизавета Дудина. Еще больше информации в нашем телеграм-канале «Система Ньюз». Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе!